Материнская смертность По статистике число абортов Абортов в Кыргызстане ежегодно растёт на 1,6%. Высокие показатели остаются среди подростков. За последние пять лет официально регистрируется от 4,45 до 1060 абортов среди подростков от 12 до 17 лет. Ежегодно фиксируются по два-три случая материнской смертности вследствие прерывания беременности, половина из которых носят криминальный характер. В Кыргызстане разрешено искусственное прерывание беременности по желанию женщины на сроки до 12 недель. В большинстве случаев аборт является необходимостью по медицинским показаниям, когда заболевание у матери требует срочного лечения. Но чаще всего женщины идут на это из-за незащищённой половой связи или после изнасилования. Врачи-гинекологи отмечают, что в стране необходимо не только улучшить качество проводимых процедур, но и проследить за дальнейшей профилактикой пациенток. На аблаторном первичное звено системы здравоохранения занималось бы консультированием, раздачей контрацепции. Не просто раздачей, но и эффективное использование. Например, женщине помочь использовать спирали или женщине помочь использовать гормональную контрацепцию. Или молодым парам использовать другие методы контрацепции. Планировать беременность и планировать зачатие хорошего, например, будущего потомца. Для этого подготовиться, пролечить инфекции. Сейчас очень много стало действительно инфекций, особенно молодых пар, инфекции передающиеся половым путём. В современном мире женщине нет необходимости прибегать к аборту, потому что она может планировать семью, напоминают врачи. Консультации со специалистами помогут контролировать свою жизнь, не ставя под угрозу здоровье. Врач-гинеколог выберет надёжный метод и средства контрацепции. Сейчас в настоящее время повышается тенденция именно ранней начала сексуальной жизни. Поэтому нет ли каких-то противопоказаний, если нужно сначала пролечивать, а потом после этого планировать беременность. Также это назначение препаратов фолиевой кислоты. Назначение именно за три месяца до планируемой беременности позволяет нам на 50% понизить количество пороков развития центральной нервной системы. Препаратов йода, препаратов железа. Чтобы именно когда наступила беременность, в организме было достаточное количество этих микроэлементов. Что именно позволит нам выносить здорового и хорошенького ребёночка. По данным ООН, ежегодно в глобальном масштабе совершается 25 миллионов так называемых небезопасных абортов, что приводит к смерти 47 тысяч женщин. Это почти 13% материнской смертности во всём мире. Кроме того, около 5 миллионов женщин в результате осложнений становятся инвалидами.